В эфире программа «Иркутск. Сегодня». Мы говорим о городе и его людях. В студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! И сегодня речь пойдет о безопасности, которая во многом зависит и от нас с вами. О том, как изменилась жизнь Иркутска в период пандемии, нам расскажет глава Комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. А пока давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как соблюдают и соблюдают ли меры безопасности в областном центре. На речном маске антисептиков у вас есть? Да, конечно. Как соблюдают масочный режим в торговых сетях Иркутска? Это проверяют представители администрации областного центра, а также наличие антисептиков и разметки для соблюдения социальной дистанции. Задача и владельцев торговых точек, и продавцов – максимально обеспечить безопасность людей. Чаще всего персонал работает в средствах индивидуальной защиты и даже готов поделиться ими с покупателями. Специально вот ее масочки покупали, если они без масок приходят. Обрабатываем руки антисептиком. В основном сейчас люди боятся, они все в масках приходят, и в масках, и в перчатках. За несоблюдение масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Первое время мы сталкивались с тем, что была проблема. Конечно, отсутствовали маски, средства защиты, но буквально по истечению такого, несколько дней были все нарушения устранены. Кто-то покупал, все-таки находил где-то в аптеках, кто-то сам шил маски. Люди у нас задумываются о безопасности, о своей в первую очередь безопасности. Проверяют и крупные торговые центры. Особенное внимание гипермаркетам. Там больше всего людей. В этом магазине, например, тележки каждый час обрабатывают специальным раствором. Продавцы работают в перчатках, на полу дистанционные разметки. На сегодняшний день по торговому центру нами не было выявлено нарушений. Данное предприятие у нас исполняет все требования, которые предписаны по указу президента. С самого первого дня режима самоизоляции в Иркутске сотрудники администрации работают без выходных. Они продолжают ежедневные рейды, чтобы обеспечить безопасность горожан. Марина Миклемишева, Мадина Халикова, Александр Гаврилов. Иркутск. Сегодня. И в гостях у нас сегодня председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, конечно, как бы мы того хотели или не хотели, у нас сейчас все сферы жизни связаны с эпидемиологической обстановкой. И расскажите, пожалуйста, изменилась ли деятельность администрации Иркутска в связи со всей этой историей? Ну, на самом деле, все изменилось, да, и очень много людей оказались в самоизоляции, дома. Что касается работы администрации, то, если честно, то у нас работы стало больше. Потому что, с одной стороны, часть людей, которым, так сказать, по требованиям законодательства нужно находиться дома, либо на самоизоляции, либо на удаленной работе, значит, потребовали от администрации, в общем, определенных усилий, перехода в электронный формат общения по видеоконференции. С другой стороны, работу же никто, так сказать, с жителями не отменял, поэтому мы продолжали работать даже еще более интенсивно и вместе делать все, чтобы наш город, эта беда, или не коснулась на первом этапе, либо, как сейчас, когда уже коснулась, чтобы минимально, так сказать, поразила наших граждан. Ну, вот как раз для этого закрывались многие учреждения в городе, и сейчас они постепенно начинают снова работать, но по определенным правилам, да. Расскажите, какие это учреждения и какие правила они должны соблюдать? Вы знаете, да, что разрешены, так сказать, уже работа не только продовольственных магазинов и аптек, но и, скажем так, магазинов, торгующими другими товарами, значит, если площадь его не превышает 400 квадратных метров, и есть отдельный выход. Значит, разрешена уже, так сказать, частичная работа даже музеев, библиотек, значит, по предварительной записи, значит, не более пяти человек. Так сказать, можно заниматься спортом на открытом воздухе, можно прогулки совершать, но, так сказать, не массовыми, так сказать, компаниями. И здесь главное, наверное, становится то, о чем сказал уже Игорь Иванович Кобзев, да, так сказать, три условия. Первое – соблюдать социальную дистанцию, второе – это мыть руки, и третье – это, так сказать, использовать маски. Потому что, по большому счету, наверное, коронавирусная инфекция, так же, как и многие другие болезни, с нами надолго, поэтому надо немножко изменить свое поведение и жить нормальной, так сказать, жизнью, несмотря ни на что. Но я не могу не спросить про общественный транспорт, потому что, например, в час пик сложно соблюдать дистанцию, да, в автобусе. Вот городской общественный транспорт как-то тоже должен какие-то условия соблюдать? Смотрите, именно для этого и мы ввели масочный режим решением губернатора, введен на все территории Иркутской области. И это очень важно, потому что сегодня, на самом деле, коллеги, вот если, ну, так, отвлечься немножко и посмотреть на ситуацию в Иркутской области и в Иркутске со стороны, то можно сказать, что мы сегодня один из тех регионов, которые наименее поражены этой болезнью. И это, на самом деле, заслуга всех нас вместе взятых, потому что именно мы, соблюдая правила, да, так сказать, поведение, так сказать, соблюдая тот же масочный режим, мы не допустили массового распространения болезней на территории региона. Да, сейчас у нас идет рост, это связано с тем, что как раз в закрытых коллективах вахтовиков, так сказать, идет заражение. Но в целом, благодаря иркутянам, мы очень рассчитываем, что в ближайшее время, ну, в ближайшее время, там, несколько недель, мы сможем вернуться к нормальной, полноценной, привычной для всех нас жизни, тем более уже начинается лето. Я думаю, что мы действительно выйдем и на следующий этап, и обязательно будем, так сказать, и праздники отмечать, и город благоустраивать, вот, и детей учить, и, так сказать, экзамены сдавать, так далее, так далее. Поэтому здесь все зависит от нас. Я очень надеюсь, что иркутяне нас услышат, поддержат, и мы вместе победим. Ну, давайте про маски тогда расскажем, что администрация Иркутска отдельным категориям граждан, да, предусматривает бесплатные маски. Расскажите, кому они положены и где их получить? Да, вот смотрите, на самом деле, по решению, опять-таки, губернатора областного штаба, значит, предусмотрена бесплатная раздача масок для некоторых категорий населения, в том числе тех, кто состоит на, так сказать, социальном обслуживании в Министерстве социальной защиты, тех, кто, наоборот, работает в больницах, да, в медицинских учреждениях, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, значит, и как раз вот та категория, которая в Иркутске старше 60 лет, то эти бесплатные маски нам переданы из правительства области для бесплатной раздачи. У нас работает горячая линия 520-200, на которой работает 7 операторов, поэтому есть возможность сейчас дозвониться, оставить свою заявку, фамилию, имя, отчество, контактный телефон, ну, и адрес места жительства, чтобы вам привезли на дом. Единственное условие, так сказать, это возраст старше 60 лет. Мы выдаем по 10 одноразовых масок или по 2, так сказать, маски многоразового использования. 520-200 можно позвонить, оставить заявку, волонтеры или сотрудники администрации города, администрации округов обязательно приедут и передадут маски. Ну и, естественно, проверка идет пассажиров, да, которые прибывают в наш город из других регионов. Это в аэропорту, на вокзале, да, проверяют на симптомы? Смотрите, на самом деле мы встречаем все те рейсы, которые прилетают в аэропорт Иркутск из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Бурятии и республики Сахай-Якутия, потому что эти регионы были наиболее пораженные вот этой инфекцией. Значит, на входе всех пассажиров, значит, проверяют тех, кто иногородний, у кого нет возможности пройти режим самоизоляции в течение 14 дней у себя дома, значит, мы помещаем в обсерваторы. Значит, и в обсерваторах люди, и те, кто приезжают на самоизоляцию к себе, ну, домой возвращаются, у них берется первый тест в первый же день, в первый или на следующий день первый тест, через 10 дней берется повторный тест, если результаты обоих тестов отрицательны, то через 14 дней человек, в общем-то, выходит на работу и свободно может перемещаться по городу. Здесь очень важно выдержать эти две недели на самоизоляции, ну, а затем вернуться к нормальной жизни, используя, опять-таки, маски, о которых я уже говорил. Ну, остается только добавить, что, еще раз, да, повторить, что многое зависит от нас с вами, вся наша безопасность, всего города, всей области и, можно сказать, целой страны. Да, на самом деле я очень, так сказать, надеюсь на то, что мы в ближайшее время совместными усилиями, на самом деле, эту заразу победим, повторюсь, вернемся к нормальной жизни, хотя некоторые привычки, может быть, и стоит сохранить. Уже и в новой жизни, скажем так, мытье рук позволит нам избежать и привычных инфекций в том числе. Спасибо, Виталий Владимирович, за этот оптимистичный разговор. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Будьте здоровы. Вам тоже здоровья. И всем нашим телезрителям мы желаем здоровья, берегите себя. Наша программа подошла к концу. До встречи.